Здравствуйте, друзья! Хочу сказать спасибо вам всем за то, что пригласили меня сюда. Пусть я сегодня общаюсь с вами издалека. Позвольте мне вначале сказать вот что. Все, что я вам сегодня буду рассказывать, я буду рассказывать с позиции практика. Я не историк искусств, я не специалист по истории Bauхауса, я издатель и автор. Издательство СПЕКТРБУКС, которое мы основали в 2001 году вместе с Анной Кёниг и Маркусом Дрессеном в Лейпциге, за прошедшие годы выпустило целый ряд книг, посвященных Bauхаусу. Среди них, кстати, первый перевод на немецкий язык, последние книги Ласла, Моху и Надя. Книга называется Seen in Bewegung, Vision in Motion или Видение в движении. Но это не причина, об строительстве и об строительстве, об строительстве конструктивизма, но говорить про Bauхаус мы сегодня будем не по этой причине, про Bauхаус и вообще про книгу в конструктивизме. На самом деле, конечно, про историю мы немножко скажем, но самое главное для меня сегодня, то, что мы можем взять из этой истории с собой в современность. Какие возможности дает нам книга как медиа, как носитель информации сегодня? Ласло Мохули-Нотч hat in einem Aufsatz, der den Titel trägt, zeitgemäße Typографie, Ziele, Praxis, Kritik, 1923 geschrieben, Ласло Мохули-Нотч в 1923 году в тексте под названием «Современная типографика, цели, практика, критика» пишет следующее. Несмотря на серьезнейшие технические изменения в технологии производства, типографика, оптика и синоптика большинства наших книг остаются во временах Гутенберга. Мне кажется, что и сегодня, спустя уже почти 100 лет, большинство новых книг, выходящих на рынок, тоже, в общем, недалеко ушли от тех книг, которые печатал Гутенберг. Что же не нравилось Мохули-Надю в 1925 году? Ему не нравилась спокойная, однородная серая поверхность книг, их однотонность, отсутствие контраста, так выглядели большинство изданий того времени. А еще он считал, что линейная структура книги уже не соответствует тому, как жили люди в 20 веке, скорости этой жизни. Мохули-Надюберг в этом Zusammenhang на новые друктехнические Möglichkeiten, через которые для гесталтера leichter wird, тексты und Bilder оптиш-типографisch, wie erst формулирte, zu verbinden. В этой связи Мохули-Надюберг указывал на новые технические возможности печати. Благодаря этим новым технологиям у дизайнеров книги, у художников, у верстальщиков появились совершенно новые перспективы. Гораздо проще стало оптически и типографически совмещая текст с картинками. Он считал, что сейчас дизайнеры книги должны создать комплекс визуальных, ассоциативных элементов, понятийно-синтетических элементов или новую визуальную литературу. Он даже придумал для нее название «типофото». То есть типографика для Мохули-Надя это прежде всего оптическое средство. Этот метод основан на воздействии на читателя оптических соотношений элементов книжного разворота или страницы, формы, размера, цвета, того, как они располагаются внутри типографского макета. Ему интересно думать и мыслить категориями одновременности, отношений и динамики. Это новое понимание книги как медиа, книги как носители информации, которая не просто контейнер для текста. И вот есть конкретный пример того, что Мохули-Надь имел в виду. В 1925 году под его редакцией в серии книг Баухауса выходит восьмой том этой серии под названием «Живопись. Фотография. Кинематограф». И вот в этой книге, для которой Мохули-Надь написал теоретические тексты, кроме того, отобрал ряд иллюстраций, можно видеть, какой большой спектр возможностей открывала перед типографами, перед дизайнером книги фотография. Это тоже новое тогда искусство. В конце книги можно найти главу объемом 14 страниц, которая называется «Набросок к фильму. Динамика большого города». И есть под заголовок «Ципа фото». Schon der Titel zeigt, dass es Мохули hier um eine Überlagerung verschiedener Erfahrungswelten geht. Die Erfahrung der Großstadt mit ihrer Simultanität und ihren дichten Informationsströmen, die Dynamik des neuen Mediums Film, mit dem Мохули selbst experimentiert, sowie die Buchseite und die Frage, wie das Medium Buch auf diese veränderten Wahrnehmungsstrukturen reagieren müsste. Уже по заголовку этой главы понятно, что речь пойдет о самых разных мирах ощущений, которые пересекаются друг с другом. Это и опыт жизни в большом городе, где очень много вещей происходит синхронно. Это очень плотные, насыщенные потоки информации. Динамика кинематографа, как нового вида искусства, нового медиа. Моху и Нать сам ставят эксперименты в сфере кинематографа. А также книжная страница. И вот вопрос, как можно приспособить книгу, как старая медиа к этому новому, изменившемуся миру с новыми структурами восприятия информации? Was wir hier bereits sehen, ist eine von insgesamt sieben doppels Seiten aus Dynamik der Großstadt. Вы сейчас видите на слайде перед собой один из всего семи разворотов, который занимает эта глава «Динамика большого города». Что же делает Моху и Нать? Он ищет. Ищет форму выражения, которая соответствовала бы изменившемуся восприятию людей того времени. Он пишет Продолжение следует... Он сам пишет об этом. Послушайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что же мы здесь видим нового? Он ведь расширяет фактически старые границы, старые принципы нашей цивилизации, основанной на алфавите и тексте. Демонстрация встает в один ряд с именованием вещей. Изображение встает рядом с говорением. Репродукция в один ряд с обозначением. И рассматривание занимает свое место рядом с чтением. Эти развороты композиционно связаны друг с другом. Графический принцип, который использует Мохойнать, верстая вот эту свою статью «Динамика большого города», базируется на использовании асимметричной прямоугольной сетки. Эта сетка состоит из продольных и поперечных линий разной толщины, которые делят книжную страницу на отдельные поля или на отдельные фрагменты, в которых свободно размещаются фотографии и блоки текста. Вы видите, что эти отдельные элементы часто сильно друг с другом контрастируют, то есть они неоднородны. И вот таким образом он привязывает их к площади, привязывает их к плоскости. У каждого элемента появляется собственное пространство. Эта сетка линий создает оптические взаимосвязи между элементами страницы. И одновременно с этим возникает оптическая преемственность. Так что он может, таким образом разделив страницу на отдельные элементы, регулировать темп восприятия ее содержания. Возникает равновесие контрастов. В основном это происходит за счет разделения плоскости на отдельные фрагменты. Эти линии используются как границы. Они создают одновременно и автономию элементов, и их взаимосвязи. Так композиция получается взвешенной. Возникает много заметных элементов, которые направляют взгляд читателя. И здесь мы отходим от привычного нам типа чтения, когда мы последовательно воспринимаем содержимое текста на странице. Наоборот, все элементы страницы начинают восприниматься нами синхронно. Возникает контраст отношения напряжения между пустым пространством и пространством, занятым текстом или изображением, белым цветом бумаги, полутоном картинок и серым цветом текстового блока. Так что белый цвет – это не просто рамка или фон. Это один из полюсов этой наполненной напряжением композиции на странице, композиции пустого и заполненного. В этом макете изолированные элементы соединяются кинетическими связями. Мохойнадь вдохновлялся в том числе базовыми принципами дизайна голландского движения «The Stale», в том числе такими художниками, как Theo Dösburg и Piet Mondrian. Как и у Мондриана в его абстрактных композициях, у Мухойнадь в его типографских произведениях, то есть в книжных разворотах, на страницах возникает такое гармоничное структурирование, разделение плоскости. Помимо того, что здесь есть явное распределение элементов с большим и с меньшим весом, у нас возникают разные соотношения баланса, разные возможности равновесия элементов по отношению друг к другу, не обязательно симметричные. И если сравнить эту композицию с привычным зеркалом набора, то есть тем, как верстали книги столетиями до этого, здесь у нас равновесие не статическое, как там, наоборот, динамическое. Вот посмотрите, кстати, это пример того, что и сам Piet Mondrian экспериментировал с подобным макетом, с такой композицией, как пример инверовские книги. Вы видите перед собой цветную литографию 1928 года. Изображение очевидным Андриана, текст написал Мишель Суфор. Надо сказать, что когда рассматриваешь историю искусства 20-х годов 20-го века, понимаешь, что очень многие тенденции носили поистине международный характер, потому что все это происходило в диалоге между художниками. Никогда раньше в истории искусства беда информации о том, что происходит прямо сейчас в других странах, не происходило так быстро и так страшно. Илья Эрнбург, которые 1922 сообщили на супрематистическую Bewegу в Малевич и Родженко, в Берлине вступили в Берлине, которые в различных работах и движениях в Берлине, художники, архитекторы, книги, экспериментальные фильмы, художники. Одним из важнейших узлов этого диалога был Берлин. Там собрались все – дадаисты, представители голландского течения «The Stale» и русские художники, например, Эль Лисицкий, Илья Эрнбург, которые в 1922 году привезли в Берлин новость про движение супрематистов – Малевича, Родченко. Все они в Берлине встретились. Там были самые разные художники, самые разные движения. И все это друг с другом сталкивалось и упал в диалог. Это художники, архитекторы, дизайнеры, книги, кинематографисты, экспериментаторы и представители декоративно-перекладного искусства. Мухули kommt 1920 nach Берлин. Геборн ist er 1895 in Ungarn, in einer Stadt, die heute zu Serbien gehört. Er ist Frontsoldат im Ersten Weltkrieg, gehört nach Kriegsende zur Linken in Ungarn und verlässt nach dem Scheitern der Revolution das Land. In Berlin ist es zunächst der Daismus von Kurt Schwitters, der Expressionismus und die Galerie Sturm. Doch sehr schnell kommt er mit den Konstruktivismus in Berührung. Mohoi-Nagy попадает в Берлин в 1920 году. Он родился в Венгрии в 1895 году. Сегодня его родной городок находится на территории современной Сербии. Он воюет на фронтах Первой мировой. Когда война заканчивается, он присоединяется к левому движению в Венгрии. Но революция там терпит крах, он покидает страну. В Берлине он, прежде всего, сталкивается с дадаистами вокруг Курта Швitters. Потом он знакомится с экспрессионизмом и с галереей Sturm. Но очень быстро на его пути оказывается конструктивизм. В 1923 году Вальтер Гропиус приглашает его в Weimar в школу Bauhaus. Как и Александр Родченко во Вхутемасе, Мохойнаць руководит в Веймрии в Bauhausе мастерской металла, классом обработки металла. Но и подобный Родченко экспериментирует не только с металлом, но и с самыми разными видами искусства, с типографикой, с различными носителями информации, с пространством. Интересной особенностью искусства того периода является то, что оно с одной стороны движется в сторону абстракции, а с другой стороны тесно связано с процессами промышленного производства того времени. Это смешно. Это смешно. Похоже наиболее угрозим게요. Мониторые виды в новых моделях систем. Документы обработки, могут быть комнатами, могут работать с временем. Они обработке компьютеров. и, в том числе, гривней декабли, эти эстетические Erfahrungen, в том числе и в основной обстановке, В этом можно объяснить невероятную динамику жизни художников, их карьер. Они пробуют все. Архитектура, обычные бытовые предметы, новые медиа, новые формы, язык, который тогда возникает. И этот свой эстетический опыт они переносят в совершенно прикладную сферу, в предметы, которыми мы пользуемся ежедневно и постоянно, например, в те же книги. И вот отсюда появляются абсолютно новые взаимосвязи, и какие-то старые виды искусства оказываются в новых контекстах. Элиситский становится очень важной фигурой как раз в этот период. От него исходит масса новых импульсов. В журнале Мерц выходит его статья, в которой он пишет о топографии-типографике. Это очень важный момент, потому что в этот момент дизайн книги впервые начинает пониматься, как искусство работы с пространством, как пространственное искусство. Пространством становится книжная страница и ее площадь. Кроме того, у нас есть здесь связь пространства и времени. Времени, в течение которого читатель листает эти страницы. Возникает абсолютно новая структура взаимоотношений. Вот на том изображении, которое вы сейчас видите перед собой на экране, это очень хорошо видно. Здесь по-новому начинает взаимоотноситься, играет друг с другом и текст, и оформление, и какие-то графические элементы на книжной странице. Дизайн структурирует информацию на странице. Возникает целый комплекс, где взаимоотносятся друг с другом. И текст, и изображение, и макет соединяются в единый семантический комплекс, который сам по себе является больше, чем просто суммой своих частей. Посмотрите, какими похожими путями идут разные художники. Вы сейчас видите перед собой рекламное объявление, которое сделал Ласло Мохойнать. Он рекламирует ту самую серию книг Баухауса «Восемь томов». Вот еще один пример, это журнал «Рэд», макет которого создал Карл Тайк в Праге. Это пример из Чехии. Надо вообще понимать, что все это движение конструктивизма и этот жанр в искусстве, он носил абсолютно интернациональный, международный характер. Вот еще один пример, это польский журнал под названием «Блок». А вот пример, который Лисицкий опубликовал в своей статье «Наша книга». Эта статья вышла в гутенберговском ежегоднике за 26-27 годы. Это пример японский журнал «Маво». Что объединяет все эти примеры? Это все попытки сделать что-то новое, связав в один комплекс текст, фотографию и графические элементы оформления. Я выбрал еще три примеры из огромного количества подобных проектов, все три примеры из Советского Союза. Вы можете видеть, как любопытно авторы сочетают текст, изображение и линию на странице. Вот первый пример. Например, макет этой книжки, ее оформление сделал Александр Родченко, автор текста Сергей Третьяков. Она называется «Дэн Шихуа. Рассказ о жизни одного китайца. Биоинтервью», которое сам Третьяков и правил. Вы уже прямо на титульной странице можете видеть, как активно и сильно Родченко использует линию как элемент оформления. Вот еще примеры. Посмотрите, как оформленный заголовок или, например, как оформленные фотографии, часто они снабжены рамкой из тех же самых линий. Интересно, что Родченко использует линию прежде всего как элемент орнамента. Он либо заполняет линиями белое пространство страницы, либо в начале главы, оформляя заголовок, задает этой главе свою графическую структуру. И вот так с помощью абстрактных форм можно добавить в книгу еще один элемент, который создает особую атмосферу при чтении. Это второй пример, который я выбрал для сегодняшней лекции. Это книга «Ударники». Она вышла в 1931 году. Художники-оформители Валентина Ходосевич и Андрей Дидерихс. Вот здесь широкие выразительные линии и круги стабилизируют пространство, созданное свободно размещенными на развороте изображениями и текстом. Так у страницы появляется ритм. Здесь очень хорошо видно, как взаимодействуют тексты и изображения. Изображения и тексты абсолютно равноправные партнеры на разворотах книги. Вот здесь приходит на ум цитата Ласла Мохо и Надя. Тот, кто не знаком с фотографией, в будущем будет все равно, что неграмотный. Мы видим здесь, что и чтение, и рассматривание изображений – два абсолютно равноправных процесса, и тот, и другой приводят к какому-то новому знанию, к восприятию содержания. Вот третий пример. Варвара Степанова, автор дизайна этой книги, 1932 год. Книга называется «От Москвы купеческой к Москве социалистической». Здесь верст кожи динамичные линии изображения. Используются разной толщины, разного размера и фотографии, и текстовые блоки. Но вот эти самые линии объединяют их все-таки в определенный четкий ритм. И все элементы на этих страницах находятся друг с другом в равновесии. Еще один пример того, как возникает целый комплекс из текста, изображения и графических элементов оформления, дизайна, верстки книги. Вот все они и передают информацию. Я выбрал эти примеры для того, чтобы продемонстрировать. Мохой Надь был не один такой. То, что он делал, происходило неизолированно. Было огромное количество других художников и оформителей, которые похожим образом в том же ключе экспериментировали с дизайном книги. Сам Мохой Надь называл этот процесс «виденье в движении». Он пишет, что это синхронный процесс освоения. Некого результата творчества. Видеть, чувствовать и думать происходит неизолированно друг от друга, а одновременно. Он соединяет в единое целое несколько разных физических элементов. Причем, когда мы говорим о процессе «виденья» или зрительного восприятия, то это стоит понимать и в прямом, и в переносном смысле. Сене в движении – это синоним для Мохоли синоним для Gleichскости и Raumскости. Сене в движении – это синоним одновременного восприятия времени и пространства. Возникают новые измерения, которые отвечают тому, что происходило в то время. Если спросить себя, а что же нового, что было по-настоящему инновационного тогда, в эпоху конструктивизма, то вот сейчас, уже сто лет почти прошло, оглядываясь назад, можно сказать, что изменился сам подход к книге. Изменилось то, как мы ее воспринимаем и общаемся с ней. Причем изменилось фундаментально. Книга не просто некий сосуд, который наполнен текстом, не просто контейнер для него. Нет, это взаимодействие текста, изображения и оформления. Есть совершенно по-новому стала пониматься книжная страница или разворот. Это плоскость, на которой в разные взаимоотношения вступают с собой элементы этого издания. А еще это новая культура демонстрации, в том числе демонстрации изображений, ведь демонстрируя их, вы создаете новую культуру материальности. Для Мухойнади важно и то, что репродукция, точнее воспроизводство, само по себе становится некой формой донесения содержания. И вот все это не теряет своей актуальности и сегодня. С тех пор прошло уже более ста лет, но все равно. Посмотрите на современный книжный дизайн. В очень большом количестве книг вот эти вот разные элементы, разные виды информации до сих пор не достигают такого уровня равновесия. Между ними не возникает таких связей, как тогда. Поэтому мне кажется, исследование вот той фазы развития книги как медиа может принести нам много интересных результатов. Это очень продуктивное исследование. В дальнейшем мне бы хотелось показать вам два примера из нашей работы. Эти книги вышли в нашем издательстве. И вы можете посмотреть, как мы подходим вот к оформлению таких книг по этим принципам. Вот первый пример. Эту книгу мы сделали вместе с Александром Клюге. Это кинорежиссер, писатель и философ. Александр Клюге. Это человек, который думает именно взаимосвязями, думает комплексами. Когда нам предложили сделать каталог выставки Александра Клюге в музее Фолькванг в Эссене, у нас сразу появилась идея вернуться к принципам Мохойнадзе, вот к тому, что он называл типа фото. Александр Клюге. Все развороты организованы одинаково. Книга визуально делится на две части. Справа всегда текст. Этот текст продолжается. То есть это текст из нескольких страниц. С левой стороны вы видите, что сверху там всегда будет изображение. Это кадр из какого-то фильма Александра Клюге. А внизу различная дополнительная информация, которая организована тоже вот в такую сетку. Это либо какие-то двумяственные тексты, либо тоже кадры из его фильмов. Я уже сказал, что Клюге человек, который думает ассоциациями. Думает комплексами. Поэтому именно такая верстка, когда разворот делится на большое количество фрагментов, немедленно создает между ними взаимосвязи, которые, вернее, создают из элементов снова целый комплекс. Вы смотрите на разворот, и ваш мозг постоянно выстраивает эти ассоциации и взаимосвязи между элементами. Это был очень важный опыт для нас. Мы поняли, что то, чем занимался Мохой Нать в 20-е годы, вот его принципы типа фото, по сути дела машина, создающая ассоциации. Как же работает? Как работает эта машина? Мне кажется, она работает так. С одной стороны, плоскость поделена границами на разные части. У каждого элемента на странице или на развороте появляется свое собственное пространство. Но в то же самое время эти фрагменты в голове зрителей или читателей соединяются в единое целое. Получается, мы постоянно вовлечены в процесс и чтения, и рассматривания. Это то, о чем писал Мохой Нать. То самое зрение, зрительное восприятие в движении. И это то, что мы делаем. Мы сами строим этот комплекс. Мы и рассматриваем, и читаем. По-моему, это гораздо лучше соответствует тому, как мы вообще воспринимаем окружающий мир. Это же процесс мышления на самом деле. Когда мы начинаем передвигать взгляд по развороту, у нас сводятся воедино вещи, которые друг от друга отстоят достаточно далеко. Мы замечаем что-то схожее в них. У нас выстраиваются взаимосвязи. Мы понимаем, что эти вещи объединяет, хотя они не рядом друг с другом расположены. И таким образом, наше внимание постоянно работает. Оно постоянно загружено чем-то и вовлечено в процесс восприятия информации. По-моему, проходит ли, у нас много благословен air он строит вора в стене путешествия recipiente. У нас несколько книг. У нас есть на следующий из индивид как эта фотография функционирует. Эти все вещи можно соединить графически, какие связи между ними работают. Я думаю, что работа над той книгой стала очень важным условием для создания еще одного издания. Оно вышло в прошлом году. Мы сделали его вместе с Вольфганом Шверцлером. Вот эта книга. Она называется «Раскопать 90-й год». Это год, когда исторические Entwicklungen университет. Это год, когда Калты Крикой закончились. Это год, когда Калты Крикой закончились. Это год, когда Остеропа очень сильно изменилась. Но также это год, когда основные технологические инновации происходили. Интернет был общественным. Мобильные телефоны были популярны. Мне кажется, это интересный год, 1990 год, когда много чего случилось. Но это год, когда многие страны подошли к определенной исторической черте. Закончилась холодная война. Произошли колоссальные политические изменения в Восточной Европе. Но не только это. На этот год приходятся многие технические изобретения, новинки, инновации. Появляется интернет, более или менее становится доступен всем. Мобильные телефоны начинают распространяться среди населения. В общем, было любопытно показать этот непростой год в книге. У этой книги есть подзаголовок «Перемонтировать время». Над этим тоже было интересно поразмышлять. Как можно разобрать время, историю на составные части и смонтировать их заново? Что же мы сделали? Мы решили взять тот принцип Мухойнадя и развить его. Сделать из него что-то новое и на базе этого принципа создать вот такую книгу об истории. Подобно тому, как это сделал Мухойнадь, издавая книги в Баухаусе, мы решили, что 1990 год тоже можно раскопать слой за слоем, создавая эти слои в то же время. Первый уровень восприятия или первый слой вы замечаете только картинки, только изображения. То есть иллюстрации проникают вам в голову быстрее всего. Если вы потратите чуть больше времени, вы сможете воспринять набранный крупным шрифтом текст. То есть эти крупные заголовки играют роль якоря. И если вы хотите совсем уж до конца разобраться и все прочитать, вы углубитесь в тексты, набранные уже Кеглем помельче. Это не линейное чтение. Вся информация структурирована в несколько слоев. И эти слои вы тоже воспринимаете не линейно, а на основе ассоциаций. Я думаю, что эту книгу можно вполне считать примером того, что Мухойнадь называл визуальной литературой. Я думаю, что во время работы над книгой самым интересным и потрясающим было то, что страница книги превратилась в театральную сцену. И мы потихоньку на эту сцену помещали разные фрагменты содержания этой книги, смотрели, как на этой сцене они будут двигаться, выглядеть, и так лучше понимали это содержание. Отдельные куски текста, отдельные элементы этой книги возникают, на развороте рядом друг с другом, начинают как-то друг с другом взаимодействовать, играть, и так открывается совершенно новый взгляд на них. Это больше не направленный куда-то в одну точку взгляд. Это не центральная перспектива, когда вы читаете, и по мере чтения перед вами раскрывается какая-то история. Нет, это фрагменты, и из этих фрагментов получается что-то новое. Вы соединяете эти фрагменты при чтении, и это можно уже в свою очередь назвать, ну что ли, расширенным письмом. Это расширенное или даже дополненное письмо получается потому, что вы же свободны. Вы проводите вот эти элементы воедино на страницы, и только тогда возникает между ними взаимосвязи и отношения. Тогда получается какое-то новое содержание создается на их основе. Чтобы это продемонстрировать, я хочу показать вам четыре этапа работы над одним и тем же разворотом. Это как на репетиции в театре. Репетируешь какую-то постановку и начинаешь по-разному размещать актеров на сцене. Так и мы поступили с элементами этого разворота. Очень часто вторая попытка не имела ничего общего с первой. Иногда не хватало первых двух, и нам была нужна третья. И на каждом новом этапе мы старались создать новые связи между этими элементами, по-разному их друг с другом соотносить, так чтобы взаимодействие было иное. Как это выглядело? Мы вместе с Вольвингом Шверцлером, с дизайнером, в прошлом году практически каждый день, начиная с марта, ежедневно встречались на два часа и страница за страницей разворотом делали эту книгу. Вот, например, здесь видно следующее. У нас были элементы, по поводу которых не возникало сомнений, как они должны размещаться на развороте. Они здесь показаны черным цветом фотографии и текст. И наоборот оставались еще на развороте куски, которые надо было чем-то заполнить, но мы пока не до конца понимали, чем они здесь красные. То есть готовый разворот, он как бы выкристаллизовывается в процессе работы, над страницей. Какие-то элементы, с ними было все понятно, они уже никуда двигаться не будут. И вот исходя из них, у нас потихоньку возникали идеи о том, чем можно заполнить пока еще свободную площадь. Это оказалось очень важно в процессе работы, потому что мы размещали по-разному эти элементы на странице, пытались их как-то друг с другом координировать и понимали, что возникают противоречия, настоящие конфликты между ними. И это очень хорошо отражало противоречивый и полный конфликт в характер того года, о котором книга. В итоге разворот получился вот таким. Это финальная версия. В книге разворот выглядит именно так. В конце мне стало понятно, что метод полифото или типа фото, который разрабатывал Мохой Нать, очень хорошо годится, когда делаешь издание про очень важные общественно-исторические процессы. Какие-то вещи, какие-то процессы происходили одномоментно, параллельно, рядом друг с другом, какие-то друг другу противоречивали. Вот это видно на страницах. И на самом деле, как это было и arising из-за того, которые, какauf из-за этого года, они состоят в этот раз или за это года. И в beginи перетели о том, что при этом образовании было уех субтитровом. И для меня это последний Текст, и для меня это процессы, отчая отвод-оущества, которые потом материалы для этого. Большинство из текстов, опубликованных в книге, либо написаны в 90-м году, либо написаны о 90-м годе, поэтому началась работа именно с процесса чтения и отбора тех самых текстов. А вторым этапом мы стали работать над иллюстративным материалом, над фотографиями. И я, и другие сотрудники издательства встречались довольно долго с фотографами, их тоже было много, и мы искали в их архивах фотографии, сделанные в 90-м году. В итоге получилось так, что почти 70% этих фотографий никогда раньше не опубликовались и впервые появились именно в книге, так что их поиск тоже стал своего рода археологическим процессом. Утас, фюр мих, байдя арбайт, ах, нохмал айн вичига теоретиша бицугспункт ва, ва де совиетиши литературвисеншафтла Михаэль Бахтин. Должен сказать, что во время работы над книгой, труды Михаэла Бахтина, советского литературоведа, стали для меня важной теоретической основой. Михаил Бахтин, который в своем карнеполе-бук о продуктиве и продуктиве и т.д. Субтитры создавал DimaTorzok У него, например, есть рассуждение о том, какой эффект и какое влияние могут оказать границы, или еще в его книге про Достоевского мы видим рассуждение о полифонии голосов. И вот это-то и получилось, когда мы размещали фрагменты текста на развороте, возникала та самая полифония, которая делилась этими границами на блоки, и вот так возникала совершенно новая линейная структура. Я думаю, что у этого буха, который в 1920-х годах, как как-то это оборудование, как-то в этом году, как-то это оборудование, в том числе, в этой жизни, очень старая часть, то, что начиналось в 20-е годы как эксперимент, как новый подход к давно известному медиакниге, сегодня стало средством, с помощью которого можно какие-то вещи сделать более понятными, сделать более читаемыми, что ли, просто разместив их вот таким необычным способом на развороте. Эти принципы, Мухой и Надя, нас вдохновили. Мы взяли их для работы над этой книгой и решили попытаться развить их дальше, проверить, годны ли одни сегодня все еще, можно ли их по-прежнему использовать. Мне бы хотелось под конец этой лекции показать вам, последний разворот книги, где мы осознанно включили в верстку кое-что из той самой динамики большого города, самого Мухой и Надя. Здесь видны некоторые визуальные элементы оформления, чтобы замкнуть круг и уже окончательно продемонстрировать, откуда все это идет. Ну и еще одна цитата, пожалуй, под конец. Цитата из последнего труда, Мухой и Надя, 47-го года, «Зрение в движении». Мне кажется, по этой цитате видно, что все его принципы, они по-прежнему актуальны и ни один из них не устарел. Он пишет, чем больше людей поймут, как работать с этими взаимоотношениями и элементами, тем проще нам будет сделать жизнь лучше для большого количества людей. Мы приближаемся к кинематическим взаимоотношениям Мухой и Надя. Вот такая верстка, такой макет книги, основанный на идеях типа фото, помог нам вернуться к той самой кинетике, которая возникает между пространством и временем. А ведь сегодня пространство и время гораздо сильнее сжались, потому что мы живем в цифровом веке, информация, ее плотность стала гораздо выше. И это все по-прежнему можно перенести на книжную страницу. Спасибо за внимание и я буду рад провести с вами дискуссию ответственных вопросов, если они появятся. Спасибо. 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 Еще одна серия работ, которая известна Мухой Нать, это так называемые фотограммы. Смысль фотограммы заключается в том, что фотобумага подвергается экспозиции без фотопленки, то есть пленки между светом и бумагой нету. И еще одна из его innovацией была использовалась. света как элементы дизайна, света разных цветов, и в зависимости от силы этого света и его цвета можно было создать совершенно разную атмосферу в помещении. Но я думаю, что самое важное, что Мухули получил, и что ему очень много радует, он был в 1923-1928, как учитель в Баухаусе, и он был в 1938-1938 в Шикаго, в Америке, учитель. Он был в его работе и очень много других учеников и инспирирован. Но, пожалуй, самое важное для него было и самое ценное – это преподавательская работа. Он очень любил учить. Он преподавал в школе Баухаус с 1923 по 1928 год, а потом с 1938 и до своей смерти в Чикаго преподавал уже в Соединенных Штатах, и, безусловно, из его классов, из его курсов вышло огромное количество других выдающихся художников. Мне, я думаю, он был в любом случае. Он начался в многое различные направления. И я думаю, что его можно назвать вдохновителем. Он много нового начинал, много нового пробовал, экспериментировал с новыми формами и видами искусства, технологий. И это и есть, наверное, то, что делает его актуальным до сих пор. И, конечно, это т.д. Also, ein Beispiel, was mir jetzt bei der Vorbereitung dieses Vortrags vor Augen gekommen ist, dass Moholi in den 20er-Jahren überlegt, wenn es so etwas gäbe wie ein Bildtelefon, könnte man in ganz anderer Weise sozusagen über Bilder kommunizieren. und er überlegt sich, wenn das möglich ist, wenn dieser Zugriff auf Bilder so leicht ist, würde man auch anfangen, ganz anders zu philosophieren. Also er überlegt, dass auch ein Bereich des Geistigen, wie die Philosophie viel stärker auf Bildern basieren würde und ähnlich funktionieren könnte wie ein Magazin. Und das zeigt эта фантазия, которую он имеет, что новые медиалы могут вместе с очень новой артой креативной быть. Он создает связь между изображением и неким гуманитарным знанием или процессом с философией, сравнивая ее, философию, основанную на визуальных образах, ну, с чем-то вроде, наверное, иллюстрированного журнала. И вот это и есть тот самый новый подход к медиа, к известным формам, на основе которого возникают какие-то совершенно другие движения ума. — А не было бы намного, что наши телефоны для философии использовать? — Как вы думаете, было бы хорошо, если бы мы начали пользоваться нашими словами? — Не для того, чем мы ими сейчас пользуемся, а для философствования. — Другая вопрос. — Как начнет ваш взаимодействие с автором? — Как вы обеспечиваете с автором? — Стима автором? — Или это сложно, чтобы вы понимаете, что вы получаете более старые лейтопринципи в 2020-х годах? — Можете ли вам автору или автору объяснить, как такая типография функционирует? — Еще один вопрос. — Как начинается работа с автором, обсуждение макета? — Как он соглашается посмотреть назад и взять за основу ретро-верстку? — Приходится ли автору объяснять историю типографики и основу верстки, показывать примеры? — Вы знаете, мы вообще стараемся как можно раньше в одну команду за одним столом соединить вообще всех, кто будет работать над книгой. — От автора до дизайнера и даже до человека, который будет переплет в конце концов делать. — Бюха — это продукт некого коллективного творчества, как и кино, как и театр. — Это процесс диалога, ведь у каждого есть свои идеи, у автора свои, у нас свои. И чем быстрее этот процесс течет, чем интенсивнее этот поток, тем интереснее получается конечный результат. — В конкретном случае с Александром Клуке было так, что мы этот Layout обслуживали. И он, потому что он, потому что он был в этой подготовке, в этой подготовке, в этой подготовке, в этой подготовке, Что касается конкретного примера с каталогом Александра Клюга, то идею такого макета предложили ему мы, а он параллельно с работой над каталогом сам готовил выставку. И в итоге получилось так, что он открыл нам доступ к папке с изображениями в облаке в Dropbox, и мы могли в этой папке свободно совершенно брать любые изображения, которые он в свою очередь использовал для выставки. Вот так параллельно развивались выставка и книга. Дальше мы созванивались по скайпу примерно раз в два-три дня, и мы показывали ему наши макеты. Все тот же процесс диалога. В результате этого диалога возникали разные формы, разные взаимоотношения с текстом, и мы этот текст тоже читали порой по-другому. Поэтому можно даже сказать, что эта книга вышла в соавстройство. С одной стороны, наши подходы к верстке, с другой стороны, само содержание, автором которого стал Клюга. И вот в этом соавстройстве получилось то, что я называю семантическим комплексом из текста, изображений и верстки. Тут есть реплика, которую я просто зачитаю. Слушатель благодарит Яна за упоминание работ Михаила Бахтина. И сразу следующий вопрос. Расскажите пожалуйста о книге о самом Мохойнаде, которые подготовили ваше издательство. Делайте я, что уроке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Это книга состоит из нескольких частей. И вот, например, в первой части он приводит некие общие рассуждения об оформлении и о роли оформителя. Это самые разные аспекты. Ну, допустим, в 30-е и 40-е годы развелось то, что мы называем культурой специалистов. Каждый работает над каким-то своим участком и в другие не заглядывает. Он размышлял над тем, как бы вот эти границы между специалистами и разными профессиями можно было сделать более прозрачными. Вторая глава или вторая часть – это результаты его преподавания в школе в Чикаго. Он приводит там работы студентов и разъясняет концепции, на которых эти работы основаны. Субтитры Алексею Дубровскому. В третьей главе он рассуждает об истории современного искусства. И говорит о том, что все виды искусства, которые тогда были – фотографии, кинематограф, пластические искусства – их всех объединяет одно – мотив движения. Литература тоже. Движение там везде содержится как мотив. И из-за этого движения в каждом из искусств возникает своя динамика. Литература. 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 И в последней главе, она очень небольшая, кажется, страниц 8 всего, он старается рассуждать о будущем, о том, как мог бы выглядеть вот такой вот общий дом, где все бы художники, все бы искусства жили под одной крышей. Свободное искусство, классическое, прикладное искусство. И вот этот дом мог бы стать таким местом постоянного диалога и обменом мнениями между представителями разных жанров искусства. И вот получается, понадобилось больше полувека, чтобы после выхода американского издания эта книга появилась на немецком языке. При этом там был один любопытный аспект при переводе текста. Я не знаю, хорошо ли вам видно, но может быть, попробуем. Вы видите, что здесь о каждом развороте у нас сочетание изображений и текстов. И вот, как мы так видимыми, у нас были первые вопросы, как мы, как мы вовремя английском, как мы вовремя выбрали. И как мы вовремя, как мы вовремя обладали, как мы Nextемateur, как мы, как мы ее придумали, мы обозрались. Убранные тексты означают не только, что, не просто, мы из Европрии извинните, что мы следующий материал, но и diese Конfiguration, мы �то выбрали в Москве, И вот с самого начала нам хотелось понять, как эту структуру можно из американского издания перенести в немецкое, ведь надо было не просто тексты с английского на немецкий перевести, но еще и конфигурацию самой книги сохранить. И вот так вот, что мы можем сделать, чтобы по-моему, это было потенциально у меня одна история. Вот так вот! Надо сказать, что в немецком языке слова в целом в среднем длиннее, чем в английском, то есть при переводе объем самого текста увеличивается. Это означало довольно большие сложности при верстке. Нам пришлось уменьшать Kegel, уменьшать интерлиниаж, так чтобы у нас все-таки в основном сохранялось соотношение текста и изображений как в оригинальном издании, так чтобы у нас примерно один и тот же по содержанию текста соответствовало с теми же самыми изображениями, что и в первоначальной версии книги. Так что задача при переводе книги оказалась действительно сложной. Не просто надо было текст из одного языка в другой перенести. но и сохранить вот этот сложный комплекс взаимосвязей текста и иллюстративного материала. То есть вот такая структура самой книги и важность связи текста и иллюстрации означало, что переводчику нужно было постоянно работать в связке с верстальщиком или с дизайнером, чтобы понимать, как все будет соотноситься в конце. Следующий вопрос. Хотелось бы больше узнать о скрупптуре Мохойнадзе. Die nächste Frage. Ich möchte sehr gerne etwas mehr über die Bildhauerei von Мохойнадзе erfahren. Скруппластик. Это даже трудно назвать скульптурой на самом деле. Он создавал в основном из металла объекты, в которых преломлялся свет. И таким образом в этих произведениях сочеталось нечто материальное, то есть металлический какой-то предмет, и свет, который попадает туда и преломляет совершенно, создает совершенно новое пространство, изменяет пространство вокруг себя. Следующий вопрос. Когда материал так фрагментируется? Где грань, мера, гарантия, что в голове читателя он потом соберется в новое цельное, а не останется собранием разрозненных деталей? А суббитрия! Вот и следующая вопрос. Когда из-за того, как в обществе, то есть этот текст, и в материале, то, в каком случае странно обидеться, в том же? А к этому поняту, что в этом клене прошло, как бы мне показать, что в голове опять в ряде в голове заголовного тела, что в новое, что было просто новое, что происходит, и не только один Satз в этом сделке? –Я glaube, dass es sich schon bei der Arbeit des Zusammensetzens zeigt. Also, in dem Moment, wo dieses Zusammensetzen selbst auch ein hermeneutischer Prozess ist, Это становится понятно, где проходит эта граница. Когда начинаешь делать макет, когда эти элементы, начинаешь ставить на страницу и смотришь, как они друг с другом сочетаются. Это процесс германифтический, понимание текста, его материала и структуры. Это можно сравнить с написанием стихов, которые создаются из отдельных слов, и вот когда эти слова становятся фразой или страфой, становится понятно, складывается из них что-то, или наоборот все это рассыпается назад. И уже наоборот все это приятно. И смотрит, который элемент в вещество на другом способе отвечает. Это то, что в опробности материала тоже случилось. и как мы при этом книге 1990 в последнее время от многих разных людей в том, что это также в том, что это для других такая же возможность это международное как общение Когда верстаешь, становится понятно, как элементы начинают разговаривать друг с другом, отвечать друг другу. И вот если вернуться к книге про 90-е годы, о которой я рассказывал, мы потом получали довольно много отзывов от читателей, и они представляют, что это действительно работает, что у них в процессе чтения из этих разных элементов все-таки в голове собирается какая-то новая структура, так что этот процесс работает. Далее, насколько актуально применять механизм ассоциаций в современных медиумах, мобильных устройствах и телефонах? Существует ли пример использования данного приема не в книгах или не в плакатах? Звучитство 2019. Ващественные изменения, которые на canceledе в режиме программы, есть и с новыми кемпионатами, в Требетах, которые приемлемы можно использовать в машине, имел! Есть случаи, чтобы это не в книг или вишниках, но в том, как в диагностях, но в компьютере, в том числе и вещество. Конечно. Когда ты смотришь музыкать на виде видео, то есть это часто эффективно исследовать, schnelle форм, unterschiedlichste Bilder miteinander zu assoziieren. Also ich glaube, dass dieses Prinzip des Assoziieren sollte uns an unendlich vielen Stellen des Alltags auch begegnet. Конечно есть. Подумайте хотя бы о музыкальных клипах. Музыкальный клип – это очень быстрая, последовательность меняющих друг друга картинок, между которыми и работает этот самый механизм ассоциации. Они между ними возникают. Вообще, мне кажется, у нас сейчас окружает огромное количество примеров того, где работает эта технология, механизм и ассоциации. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass man in der Form des Buches Form dieses assoziierenden wahrnehmens findet. Das sagte schon Moholi, weil das natürlich auch etwas ist, mit dem wir heute absolut vertraut sind. Und seine Furcht, auch die Furcht von Elisitzky war, dass das Buch ein Medium sein könnte, was nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Und das, was in der konstruktivistischen Buchgestaltung auch passiert ist, das Medium-Buch auf wahrnehmungsweisen hin auch zu modernisieren, die im urbanen, im modernen Leben einem vertraut sind. Buch Buch Назовите, пожалуйста, примеры лучших вёрсток современных книг, которые вам встречались. О, это очень сложно. Такой вопрос. У меня просто нет такого списка бестселлеров или списка самых красивых свёрстанных книг в голове. Я обычно просматриваю вёрстку, пытаюсь найти в ней что-то интересное. То есть я какие-то отдельные интересные элементы ищу. И просматривать приходится так много всего, что в голове просто не откладывается, какие из них лучше, какие из них хуже и что это в конце концов было. Я думаю, что это второе, что я часто не буду в Генбарте фиксироваться, но, что меня интересует и, что, я думаю, что это медиум-бук позволяет, что мы всегда в этой цели возвращаемся. Кроме того, трудно, скажем, ограничивать этот список по времени, потому что я очень часто не сосредоточен только на книгах, которые выходят вот прямо сейчас. Я, наоборот, люблю возвращаться назад во времени и смотреть на книги уже более старые и находить в них что-то интересное, то, что хорошо работает и в наше время тоже. Ну вот, допустим, из исторического я недавно вновь начал интенсивно заниматься книгами от Тель-Айхера. Там много интересного можно найти. Тогда следующий вопрос. Из биографии Ласла Мухойнади известно, что он встречался с Маяковскими, они сделали общие работы. Какие? И как вы считаете, повлиял ли Баухаус на творчество Маяковского, его окнороста, его поэзию? Или наоборот, Маяковский привнес новые методы ассоциативности? Из Мухойнаджьевской биографии wissen wir, что Маяковскими, они Beamались даже вместе с проектами, которые проекты были сделаны, и что мы считаем, что Маяковскими были с проектами, Или, может быть, умеет, что Майяковский был человек, который присутствовал Ассоциирование, которое он знал, что он знал? Да, я думаю, что в различных городах или даже национальных группах в Кюстях в 10-20-х годах, или в 20-х годах, в связи с нами, в связи с нами, в связи с нами. Und dass es einfach eine Vielzahl von wechselseitigen Beeinflussungen auch gegeben hat. Bei Mayakovsky kann man sagen, diese Rosterfenster sind früher, also da ist er derjenige, der diese Form von visueller Literatur in einer bestimmten Weise eben auch entwickelt. Und was jetzt interessant ist, dass es eben eine sehr engere Beziehung gibt. Und viele Künstlerinnen und Künstler in eine ähnliche Richtung sozusagen neue ästhetische Erfahrungen auch formulieren und Ausdrucksmittel dafür suchen. Was interessant ist, ich hatte erst dieses Beispiel Mondrian, dass etwas, was als eine sehr auf Abstraktheit hin auch orientierte Formulierung der Malerei gleichzeitig eben eine enorme Schnittmenge hat, auch zu etwas, was eine Frage der Buchgestaltung ist, zeigt, dass da einfach auch völlig neue Umgangsweisen in verschiedenen Feldern gleichzeitig passieren, die einen neuen Umgang mit dem Raum meinen, die eine neue Art Balance, Harmonie zu verstehen meinen. Und ich glaube, das ist das Spannende, das ist gar nicht sozusagen vorrangig, einer schaut vom anderen ab, sondern das ist ein permanenter Austausch auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Bei dem Magazin sind wir gar nicht so stark beteiligt. Also das wird nicht hier im Verlag gestaltet, sondern von Gestaltern in München und das passiert vor allem zwischen der Stiftung Bauhaus in Dessau und den Gestaltern. Das ist ein Projekt, wo wir als Verlag vor allem die Distribution übernehmen. Das unterscheidet sich ein bisschen von anderen Projekten, die wir mit der Stiftung gemacht haben. Das heißt, wir haben in diesen Projekt nicht so vielinten und es gibt, und sie hat sich in den Bildern geduld, в Мюнхене, но и, кроме того, конечно, этот журнал задается в тесном сотрудничестве с фондом Bauhaus в Дессау, а наше издательство занимается в основном только его распространением и дистрибуцией, то есть это не самый интенсивный проект из этой сферы, из всего того, что мы про Bauhaus сделали. Как вы думаете, такой подход в оформлении книги возможен для любого типа текста или сразу выносит к тексту определенные требования? Как вы думаете, этот Ansatz или эта Хранжевизация на текст, пас это для каждого тексту, для каждого тексту, или может даже текст selbst какие-то критерии erfüllen, чтобы так стратегизироваться? Я думаю, что это уже одна вопроса. Или, как говорится, что есть Бючер, которые только текст транспортировали. И я думаю, что в будущем тексты будут, которые для себя обслуживаются и не нужны в какой-то увеличении в какой-то форме. Но есть и возможность вонюх вонюх и вонюх текст тоже вонюх и вонюх Ну, я отвечу вам так. Конечно, есть книги, которые содержат только текст, и текст там уже сам по себе транспортирует все содержание, и это, скорее всего, в будущем меняться не будет. Такие книги по-прежнему будут выходить, и там сам по себе текст уже завершенной формы, ее не надо как-то расширять или чем-то дополнять. Но можно ведь с самого начала при написании текста иначе к нему подходить, писать по-другому, с самого начала думая еще и про иллюстрации, про визуальную составляющую, так, чтобы картинки становились как бы эхом текста. Ну, наверное, если с самого начала к процессу создания текста для книги вот так подходить, то и текст, видимо, после этого напишется другой. Еще один вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 И тогда, пожалуй, эта работа и началась. Тогда были сделаны первые шаги в подготовке этой книги. Работа шла целый год. И мы понимаем нашу работу, то, что издательство делает, как создание места для экспериментов над книгой, как формы представления информации. А такие эксперименты требуют определенной свободы. Эту свободу издательство должно каждый день своей работой завоевывать вновь и вновь. Но отклик, например, на книгу про 90-й год был действительно широким и очень положительным. Мы сейчас готовимся печатать уже третий тираж. За чуть меньше, чем за 12 месяцев мы продали более 9 тысяч копий. Это говорит о том, что такие издания не обязательно остаются чем-то для очень узкого круга специалистов или тех, кто интересуется графическим дизайном. Нет, вот именно эта книга, например, стала интересна большому количеству самых разных людей. Потому что для них она, видимо, открыла дверь в пространстве воспоминаний о собственной истории. Это для них стало новой формой взглянуть на свое прошлое. Использовались ли вы принципы Мохуинаде полностью с 01. книги о современных дизайн-процессах? Hast du auch die Grundsätze von Мохуинаде при работе на других книгах, которые используются на других книгах, и в том, что на других книгах, которые используются в современных дизайн-процессах? Мохуинаде при работе на других книгах, которые используются в современных книгах, и в том, что очень много различных целей, которые используются в современных книгах. Мы в последние годы, например, всегда в исследовательных проектах с историками или медицинским исследователям построили форму, как исследование с очень рефлектирующей формой изображения с комбинированием. Причем связь, которая будет выглядеть современно, которая будет соответствовать сегодняшнему времени. Мы это много раз делали, например, работая над разными научными проектами, когда издавали книги об истории или какие-то книги о современных медиа или просто о медиа. Нам важно найти форму, в которой удастся добиться идеального взаимодействия между книгой, между текстом, вернее, и изображением, так чтобы одно становилось рефлексией другого. Какие наиболее... Нет, простите, не тот вопрос. Как вы относитесь к лонгридам в Интернете, и как вам кажется, к этому явлению отнесся бы Ласло Мохойнаць? Как вы относитесь к лонгридам в Интернете? Как вы относитесь к лонгридам? И я думаю, что, в том числе, что мы сегодня учимаем, это очень разные лезы, которые мы делаем в Интернете. И мы всегда решим, что мы делаем, что мы делаем быстро и делаем в Интернете, Ну, я должен сказать, что я в целом читаю охотнее на бумаге, чем в интернете, на экране. Но вообще интернет, конечно, хорошая вещь, потому что делает тексты доступными в самых отдаленных уголках Земли и большому количеству людей. Вообще современные формы представления информации и технологий заставляют нас разрабатывать новые подходы к чтению и способы читать. Мы уже начинаем выбирать, что мы хотим прочитать быстро, по диагонали. Это можно быстренько с экрана прокрутить в несколько кликов, и нормально будет. В интернете как раз таких много. Есть, наоборот, вещи, которые хочется прочитать на бумаге, потому что мы хотим по-другому взаимодействовать с этим текстом, получить какие-то иные впечатления, получить какие-то новые эмоции, может быть. Но, скажем, перед сном я скорее читаю все-таки не с экрана, а на бумаге. Так что это разные подходы к тексту. Но, я думаю, Элли Сицкий hätte das sehr gut gefallen. Es gibt in diesem Topography, der Typography, der endet mit der Forderung nach elektronischen Bibliotheken. Знаете, я думаю, это понравилось бы даже не столько Муху и Надю, сколько Элли Сицкому. Помните, я называл книгу «Топография и типографики». Там в конце есть призыв к созданию электронных библиотек. Он об этом пишет. Какие наиболее частые проблемы возникают при разработке выровской книги? Was sind die häufigsten проблемы, die bei der Entwicklung des Layouts eines Buches entstehen? was sind die häufigsten probleme also es ist ich glaube es ist ein normaler teil dass man oft eine bestimmte phase hat wo man verstehen muss sich erarbeiten muss wie ein layout für ein bestimmtes material beschafft sein muss und das ist eine zeit wo man eben gleichzeitig mehr über das material erfährt und auch mehr über die eigene vorstellung wie man es auf der seite platzieren kann aber das würde ich noch nicht mal als problem bezeichnen sondern als eine phase die manchmal auf reisend ist so lange man noch keine lösung gefunden hat aber auch dazu gehört um zu den passenden entsprechenden layout lösung auch zu kommen часто бывает эта фаза через который обязательно надо пройти эта фаза понимания того какая верстка подойдет именно этому материалу текстовому и изобразительному эта фаза занимает очень много времени и отнимает много сил потому что вы узнаете во первых этот материал в процессе такого интенсивного взаимодействия с ним и узнаете много нового о том как вы его воспринимаете что вы по этому поводу думаете но я бы не назвал это проблемой просто через это надо пройти это трудно особенно когда вы только-только начинаете и еще нет окончательного понимания как оно все будет выглядеть у вас много разных вариантов которые рассматриваете но в конце концов если вы хотите найти и правда подходящую форму для конкретного содержания обойтись без этого нельзя проблему это недостаток времени вот ровно на эти действия когда вы понимаете что времени мало проблему надо решить решить быстро то тогда да это трудно потому что вы понимаете что вряд ли сможете сделать так как надо и так как вы привыкли делать скажите какими дополнительными источниками знаний можно воспользоваться для изучения этой темы книги статьи искусство что-то исключительное может быть ваше любимое то что вас вдохновляет количество субтитра для русских, не так, чтобы неизвестить, но mittlerweile, также через Баугауз-Юбилеум, очень хорошо работают. Я знаю, что в следующей неделе в швейцаре verlangen sehr umfangreiche band über frut temas erscheint mit sehr viel material auch und ja also in den letzten jahren es da sehr viel forschungsarbeit auch passiert die einfach diese zeit auch nochmal zugänglicher machen und die möglichkeit geben aber auch чтобы понимать, что эти эстетические инновации этого времени, которые еще есть еще актуальны. Это огромное количество литературы, и литература хорошая. Я знаю, что скоро в одном швейцарском издательстве выйдет большой толстый том именно про Вхутемас. И этот том будет очень хорошо иллюстрирован, так что, наверное, это могло бы быть интересно почитать. В целом, эта эпоха и Вхутемас, и разные виды искусств с этим очень хорошо исследованы в последнее время. Исследованы с точки зрения содержания, с точки зрения эстетики. И, по-моему, самое интересное здесь, вот то, что мне лично там интереснее всего искать, это те инновации, которые до сих пор остаются таковыми спустя сто лет. То есть то, что они тогда придумали, и то, что не теряет своей новизны даже сегодня. И, наверное, последний вопрос, который мы успеем взять, дальше придется, к сожалению, завершать, хотя вопросы, к сожалению, мы успели взять здесь не все. Вопрос такой. Почему фотокниги так востребованы музеями и центрами современного искусства? Es gibt noch einige anderen Fragen, aber wir schaffen die zeitlich leider nicht mehr. Ich habe nur noch Zeit für eine letzte Frage. Und die lautet so. Warum sind Fotobücher heute so gefragt von Museen oder zum Beispiel Zentren für zeitgenössische Kunst? Also, ich glaube, dass das Buch eine sehr passende Form ist, um Fotografien zu präsentieren. Und dadurch, dass man Fotografien eben auch aus Magazinen oder Zeitungen eben oft in gedruckter Form auch wahrnimmt, ist, ist das Buch ein Ort für Fotografie. Und ich glaube, dass das Fotobuch und seine Popularität auch zeigt, wie stark wir heute in einer visuellen Kultur leben und wie unterschiedlich sozusagen Fotografie im Buch auch platziert sein kann, wie unterschiedlich man umgehen kann mit Fotografie im Buch. Und ich glaube, das alles sind Gründe, weshalb das Fotobuch ein Genre ist, was enorm große Beliebtheit auch findet und eben immer wieder auch neue Bücher bringt, die einen überraschen und in neuer Art und Weise auch mit Fotografie umgehen. Ja, ich würde sagen, наверное, was das in Antwort auf diesen Punkt. Jetzt, tatsächlich, ja, viele gibt es ja, in denen Fotografie ist eine vollständige Elemente. Und das, наверное, das auch bringt jetzt Menschen, dass Fotografie ist eine Teil einer совершенно neuen Medien. Wir haben ja schon versucht, Fotografie mit Fotografie zu sehen, zu sehen, in gazetten, in jungenen, in irgendwelchen местen. Aber dann kam Fotografie mit Fotografie. Und mit Fotografie mit Fotografie ist eine neue Vizuale kulturelle, die Kulturen, natürlich, schon lange, ist Fotografie. Ich glaube, noch immer noch, dass Fotografie in Fotografie in Fotografie in Fotografie ist, dass Fotografie in Fotografie ist und zeigen sich sehr unterschiedlich. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, und eben deswegen diese Kulturen jetzt sind jetzt populär. Es ist ein neues Genre, neue Kulturen, neue Kulturen und neue Kulturen mit Fotografie und Text. Und, наверное, deswegen in Fotografie und Foto-Gallereien und Museen der Wienste sind diese Kulturen so populär, und deswegen sie so lieben. Das war's dann. Dann würden wir das langsam abschließen und wir bedanken uns bei allen Zuhörern für die interessanten Fragen, für die Diskussion. Тогда wir на этом будем заканчивать. Спасибо, что смотрели, слушали. Спасибо большое за огромное количество очень интересных вопросов. Also gehen wir uns gerade noch ein paar h tight below. Hope wir es TeilhSeite memorialfotografie und type Foto erhalten. Be